привет друзья сегодня поговорим с вами о том как один из способов как можно запомнить ноту на клавиатуре и как их легко находить способ возможно покажется вам немного детским это не отменяет того факта что он работает в том числе и на взрослых я такой способ запоминания применял и такой форме сказки будет вам я надеюсь понравится очень относитесь к этому как к чему-то что призвано вам помочь забудьте о том что возможно уже взрослый человек вам там уже не один десяток лет и и постарайтесь просто впитать в себя информацию и запомнить значит я можно сказать задом написано вперед немного начал я начал говорить о том как находить ноты уже в тексте непосредственно это я немножко опередил события сначала конечно же хотелось с вами поговорить о том как но ты вообще на клавиатуре фортепианной находите видите сегодня я сижу за клавиатурой которая у меня для стримов используется в первую очередь потому что не можно громкость регулировать я уже достаточно поздно это видео записываю поэтому поэтому так давайте сразу к делу расскажу сначала что необходимо вам запомнить во первых запомните в том что у нас клавиатура делится на регистры у нас есть низкий регистр там ноты у нас низкий да вот вот у нас низкий регистр такие толстые жирные ноты есть регистр средний вот средний регистр есть регистр высокий я думаю не нужно объяснять чем они отличаются по звучанию я думаю вам понятно да что высокий регистр ноты выше находится выше звучат средний низкий регистр совсем низкие ноты я думаю это можно запомнить отделение на регистр она извините кашель она условная на самом деле какие-то вот четких границ нет они скорее такие размыты но вы понимаете о чем я говорю низкий средний высокий регистр у нас существует идем дальше дальше значит я чтобы вас не мучить сразу выписал все чтобы не не трясти камерой у нас также есть деление на октавы октава у нас переводится как 8 и действительно вот октава этот мы если посчитаем от ноты до ноты вот давайте например посчитаем вот возьмем ноту до пограничную додика нашего взяли вот он и от него считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 вот 8 но от ноты до следующей такой же ноты вот у нас это расстояние октава какие у нас бывает октава вот если вы возьмете и сыграете от ноты пограничной нашей до следующей ноты то это у нас будет первая октава затем 2 октава за ней идет затем 3 и так далее 4 что у нас находится если мы в левую сторону движемся вот ждите басовый ключ туда у нас получается будет малая октава большая октава контр октава и субконтр октава запоминать можете это не запоминать на самом деле этого особую на практике не понадобится просто вот я с чего нужно вам рассказать о делении теперь давайте перейдем дальше как нам можно запомнить ноты вот это не думайте что я больной человек я рисую ужасно я рисую отвратительно но я об этом признаюсь честно и для меня в этом нет никакой проблемы и вот сейчас я вам расскажу что это такое значит смотрите у нас а